Русские новости Русские новости Русские новости Такие есть спецсудии Я уже давно заметил их И некоторых знаю в лицо и по именам Вот таких спецсудей Назначают на значимые Для нынешнего режима процессы А эти значимые процессы Являются политическими По закону никаких политических процессов У нас быть не может Поэтому подобрали уголовную статью Придумали Вот якобы мы все уголовники Кто считает, что власть абсолютно безответственная Что она не принимает необходимые законы Что конституция ничем не подкреплена Ни деятельностью органов власти Ни законодательством Вот все мы являемся уголовниками Совершаем уголовное преступление Потому что сомневаемся в гениальности Того негодяя, который сидит на самой вершине власти И объявляет о том, что он легитимный правитель На самом деле он самозванец И надо постоянно это повторять Самозванец Владимир Путин захватил власть С помощью Ельцина В 1999 году С тех пор никаких выборов в стране не было Ни одних нефальсифицированных выборов не было Прежде всего потому, что Вся политическая система Превращена в насмешку над выборами На выборы не могут выйти Люди, представляющие русское большинство Поэтому власть антирусская Во всех ее аспектах И мы, русские люди, так и должны к ней относиться Власть к нам абсолютно враждебна Поэтому она и проводит процессы Поэтому сидит в тюрьме полковник Квачков Поэтому сидит в тюрьме Юрий Екишев Поэтому два года уже в следственном изоляторе Сидят Кирилл Барабаш, Юрий Мухин И их соратники Парфенов и Соколов И сейчас суд готов уже вынести решение Прокурор требует 4-4,5 года Для этих людей, которые не совершили никакого преступления Не украли ничего, не ограбили никого Не покалечили, не убили Но что тогда говорить о тех, кто сидит во власти Которые убили, покалечили Сделали несчастными миллионы людей Вот как соотнести меру их вины В отношении народа И какие сроки им положены Вот тому же судье Криворучкое Или судье Рудаковой, которое осудило Юрия Екишева На 3,5 года за то, что он опубликовал пару статей Несколько лет назад, где не было ничего, что можно было бы признать Экстремизмом, призывами к насилию, оскорблением кого-либо Все это было доказано на суде Но судья Рудакова, Драгомиловский районный суд города Москвы Пренебрегла всеми представлениями о праве О законе, о государственной экспертизе, судебной экспертизе Уголовным процессуальным кодексом Пренебрегла абсолютно всем И вынесла решение, которое продиктовали начальники Ну, разве такой суд для нас приемлем? Как нам выйти из ситуации, когда суд абсолютно недееспособен? Вся судебная система абсолютно недееспособна Но у нас, к сожалению, нет ни бога, ни царя в головах у людей Поэтому, кроме как воли самих людей по требованию справедливости Больше никак невозможно Поэтому выборность судей, безусловное требование, которое мы должны выдвигать Выборность судей, причем не из вот этого корпуса людей, которые были судей Эти судьи не должны никогда больше касаться какой-либо юридической практики Работать по специальности они не должны Потому что они все являются преступниками Против порядка управления даже по той конституции, которая была принята Ельцином И, в общем-то, ее принятие было фальсифицированным Но лучше хоть какой-то закон, чем полное беззаконие Поэтому и ссылаемся на конституцию Все суди должны быть отстранены от какой-либо юридической практики А выбирать надо из граждан Но мы же поручаем депутатам, не спрашивая у них, какая у них юридическая подготовка Какая у них профессиональная подготовка Мы же у них не спрашиваем о том, способны ли они быть депутатами Не проходят они никакие тесты, нет специальных курсов, которые делали бы депутаты Или кандидатов в депутаты, способным исполнять депутатские обязанности Это просто граждане Законодательство должно быть понятным для обычного человека И судебная практика, соответственно, тоже должна быть абсолютно понятна и прозрачна Поэтому избирать надо из граждан Конечно, не из всех подряд Тот абсурд, который нам либерасты навязали в 90-е годы Должен быть как-то преодолен И выбирать мы должны, конечно, по цензовой системе Цензовой в смысле возраста, образования, опыта жизни Ну, например, пробыл человек районным депутатом в течение одного срока Вот уже можно надеяться, что он понимает нужды граждан Как-то разбирается в законодательстве и вполне может быть судьей Но тот, кто был судьей до сих пор, ни в коем случае судьей быть не может Потому что кроме преступной деятельности Судебная практика не означает больше ничего Это произошло причем не при Ельцине При Ельцине еще были достойные честные судьи, которые выносили правосудные решения Сейчас таких нет Я в этом абсолютно убежден, ни разу не встречал По уголовным делам, по экстремистским делам, по делам гражданским, административным Нет, я не встречал ни одного Может быть, вы встречали? Расскажите, напишите мне, вот замечательный судья, хорош какой приговор Вот он не на стороне преступника оказался, а на стороне честного, достойного гражданина Есть такие судьи? Ну, может быть, где-то наскребется, я могу допустить, что такие есть Но я не встречал никогда И я делаю обобщение по достаточно широкой практике Которую мы видим и по московским судам, и по областным судам, и по военным судам Которые судили полковника Квачкова Мы живем в стране-катастрофе Страна-катастрофа Печальные новости у нас именно связаны с этим Но радует то, что абсурд крепчает, маразм крепчает И режим превращается в какую-то антиутопию Полицаи убивают своих женщин Один сожительницу убил, другой убил свою жену Один в Ростове-на-Дону, другой в Москве Глава Росгвардии Московской области пустился в бега за какие-то там преступления Мы даже уже и не разбираемся Судью тут задержали за секс с несовершеннолетним Путин наградил очередную кремлевскую проститутку Медалью ордена за заслуги перед Отечеством Краснодарский судья Хохолева купила на свадьбу Баскова с Кобзоном и Меладзе И потом сказала, что да нет, ну какие там 2 миллиона долларов Ну что вы мне навязываете то, чего не было Просто бывший муж грузин И вот все грузины всего мира съехались на свадьбу ее дочери Как будто бы они ей или ее мужу что-то должны Ну вранье и цинизм Они ни в чем себе не отказывают Вот видимо Кобзон тоже является грузином Ну по мере надобности он то грузином, то евреем, то русские песни поет В общем когда-то был в советское время приличным человеком Сейчас полностью деградировал как творческая личность И вообще как личность Зержинский районный суд Санкт-Петербурга Огласил приговор бывшему руководителю Расформированного главного управления МВД По северо-западному федеральному округу Виталию Быкову По делу о хищении при ликвидации управления 32 бывшим сотрудникам была выплачена премия на сумму более 19 миллионов рублей За это 7 лет лишения свободы в колонии общего режима И штраф 400 тысяч рублей Ну с одной стороны думаешь ну вот наконец-то долетает и до вот этих прохиндеев в погонах А потом смотришь да что человек премию выписал людям Ну может быть они получают больше чем средний русский гражданин Уж точно чем средний русский это да Но 19 миллионов рублей в сравнении с воровством миллиардами Которые проходят через карманы олигархии Это пустяха за это на 7 лет как-то тогда тоже по соотношению А на сколько надо посадить например господина Миллера Или какого-нибудь там Усманова Вот сколько они заслужили Если этому 7 лет То этим 777 что ли Вот скорее всего так Если по масштабу ущерба например сколько Путин заслужил просидеть в тюрьме Может миллиард лет Все в нашей стране превращается в абсурд Путин объявляет мы не допустим роста цен на бензин Батвиенко тут же чуть ли не в этот день говорит нам надо поднять цены на бензин Ну это как бы экономически целесообразно И Путин потом комментирует у него спрашивает почему растут цены на бензин Он говорит если у нас свободный рынок То мы принципиально не можем держать цены по другому чем в соседних странах Иначе нам нужно просто создавать новый железный занавес При этом множество стран регулируют цены на топливо На бензин А в некоторых странах он ниже рыночный намного Почти бесплатный бензин Чего он нам голову морочит Я думаю по простой причине Не потому что он хочет соврать А потому что он полный дурак Дурак от рождения Понимаете Голова маленькая Мыслей мало Извилин мало Ну раньше как-то Когда ему не требовалось публично что-то говорить Он свою тупость скрывал Вот тупость в сочетании с подлостью стала причиной Почему Путина избрали Избрало ельцинское окружение Для того чтобы сделать его правителем всея Руси И фактически уничтожать нашу страну Прежде всего русский народ Вот подлец и тупица должен обязательно возглавить страну Я не знаю почему люди которые его окружают Ну я думаю что подавляющее большинство поумнее Ну даже вот этот вот медвежонок Похожий на Винни-Пуха Такого с злыми глазками Медведев И то как-то поумнее будет Они как-то вот как вокруг этого тупицы вьются Они что не понимают Что человек городит чепуху Не способен управлять государством Что он давно не дееспособен Ну может быть от рождения Ну видимо он им нужен именно таким Вот именно таким Чтобы он городил чепуху Ну там наиболее Такие отвратительные глупости Там обрезают Вот сто раз уже он назвал Николая Второго Николаем Кровавым Ну вспоминая что-то в учебниках У него там въелся Этот шуруп Вкрутили ему в мозг Вот он и повторяет Повторяет одно и то же Типичный вот советский человек Типичный подлец Из органов Так называемых органов Вот когда говорили органы Сразу было понятно Что речь идет о так называемых чекистов То есть ну просто крайних негодяев Которые как раз и уничтожили Нашу страну Великую державу Под прикрытием КГБ Созрел государственный переворот Они в этом поучаствовали И вот внедрение во власть Состоялось успешно Как сказал один из путинских подонков Вот и Путина внедрили во власть Те самые чекисты В надежде что будут им управлять Но полный абсурд Когда во главе государства Стоит тупица и негодяй Все превращается в абсурд Вот я думаю Почему вот эта нацгвардия И вообще полицай Почему они все время Убивают разных террористов И просто людей Вот была история Помните двух молодых людей Убили Просто потому что Ну как-то А чего их штурмовать Там они Видимо под наркотиками были Мальчик с девочкой И начали стрелять Из охотничьего ружья Ну Вот зачем их было убивать Зачем их было По-другому было нельзя Была опасность Для жизни каких-то людей Не было ничего Вот убили просто Для того чтобы убить И так называемый Кратовский стрелок Почему его убили Да человек был вооружен до зубов Там целый арсенал у него Хотя тоже верить сообщениям Невозможно Может быть у него И была одна двустволка Но потом решили ему Навязать что у него там Мины и гранаты А чего он им и не воспользовался Если он Воевал в Чечне Если он знает как это делается Поставил пару мин Около Своего порога Там и Разнес бы Тех кто Попытался его штурмовать Почему пару гранат Бо не бросил Не делал ничего этого Поэтому вот все кажется Враньем Была у него какая-то винтовка Он начал стрелять И поубивал там Якобы случайных людей Мы точно знаем Что случайных людей А с другой стороны Называют причину Сосед построил Прямо на границе Огромный дом Который заслонил Его участок Вы знаете У меня ровным счетом Такая же ситуация На даче Не просто построил дом А еще и перекрыл проход И на участок Войти нельзя Все суды Закончились Полным крахом Судьи на стороне преступника Вот на стороне этого преступника Я как должен поступать Если все суды В том числе И апелляционные Кассационные Не рассматривают Не смотрят В дело Решение свое Основывают Не на материалах дела А на своих Подлых фантазиях Что я должен делать Ну знаете Где-то вот грань У многих Она пониже Скажем Чем у меня Если эту грань Человек переходит Он ищет возможности Как отомстить обидчику В том случае Если закон Полностью На стороне преступников Я думаю Что это Как раз Показательный момент Что Когда люди Переходят Некоторую грань Ну у кого-то Психика послабже У кого-то Ярость благородная Закипает И Был Красногорский Стрелок Если вы помните Который Искал Да не убил Главу района Я честно говоря Скажу Жаль Что он убил Не того человека Вот Надо было Убивать Главного Преступника Он Главного Не нашел Я Не разделяю Такие методы Но Думаю Что Можно их понять Можно понять Этих людей Это конечно Преступление Любое убийство Является преступлением Если оно совершено Не на войне Я думаю Что преступление Совершают И те полицаи Которые убивают Вот Убивают не в бою Боя никакого нет Как может противостоять Отдельный человек Там Подключили Два БТРа Приехали для того Чтобы кратовского стрелка Как его звали Зинков Игорь Зинков Чтобы его убить Подъехали Два Два БТРа И там Несколько десятков Тех Кого раньше называли ОМОНовцами Теперь Нацгвардейцы Позорная Совершенно Служба Постыдная И Я думаю Что русская власть Ликвидирует А руководство Всей этой мерзости Репрессирует Так чтобы мало Не показалось Как было этому человеку Жить В 50 лет Его сократили А нам еще Собираются поднять Напомню Пенсионный возраст Как только Путин будет вновь Объявлен Или его преемник Любой Будет объявлен Президентом Тут же поднимут Пенсионный возраст Я вас уверяю И безработных У нас будет море Никто об этом Говорить не будет Сейчас никто Не говорит о том Что половина Страны безработной Половина Я не совершенно Уверенно говорю Что половина Страны Являются безработными И в большей части Безработица касается Старшего поколения Потому что Нет для вас работы И жизни для вас Здесь нет И вообще Поскорее бы вы Отправлялись на тот свет Такое послание Исходит от Путина И путинистов И вот Зинкова сократили В 50 лет Он работал В ОМОНе В МЧС Может быть Служил Ну в ОМОНе Он служил В Чечне В МЧС Служил Где-то Может быть Он сам был Причастен Каким-то Преступлением Может поэтому У него и крышу Снесло Это довольно часто Как мы видим Вот в этом Абсурдистане В котором мы живем Люди Совершающие Преступления При должности И Кого Не преследует Закон Психически Становятся Неуравновешенными И Очень часто Заканчивается Их жизнь Ну совсем не так Как они надеялись И очень быстро Мы Солоратствовать По этому поводу Не будем Я все-таки Обратил бы Внимание На то Что Пряча концы В воду Эти люди Осуждают И убивают Убивают И осуждают Своих Своих И Поэтому Абсурд Продолжает Расширяться И углубляться Углубляться Прежде всего В государственные органы Где уже ничего Кроме абсурда Нет Любое решение Является полным Идиотизмом Потому что оно Исходит от людей Которым подлость Отбила Всякий рассудок В такой Ситуации Мы Живем Продолжается У нас Реновация Нашли такое Законодательное решение В Конституции Написано Никто не может Быть лишен Собственности Помимо приговора Суда Есть приговор Суда Когда людей Выселяют Из дома Помимо их воли Куда-то там Переселяют Нету Ну зато есть закон Закон приняли На Конституцию Плевать Ну и Собянин Этот странный Человек Который действительно Лучше бы Олейней пас Он ни на что Больше не способен Объявил Что в шести Поселениях Новой Москвы Предварительно Обозначены День Пещадок По программе Реновации С потенциалом Строительства Около четверти Миллиона Квадратных метров Об этом Сообщил Интерфакс Руководитель Департамента Развития Новых территорий Владимир Житкин Рабов На выселке Туда вот В Новую Москву Из Москвы Из центра Туда подальше Где не инфраструктуры И вообще Это на самом деле Не Москва Называется В Новая Москва Тоже незаконно Прирезанная К Москве территория Изменены Границы субъекта федерации Вопреки Конституции В Конституции Вполне все ясно сказано Вы не можете Просто так взять И изменить границы Но они изменили А теперь туда Теперь понятно Для чего Все это было сделано Для того чтобы Сослать москвичей Из Москвы Не ваше это место Здесь будут жить Богатеи Здесь будет Интернационал варья Который сюда Стекается постоянно Ну и Рабы Из среднеазиатских Так называемых Государств Сюда будут приезжать Отрабатывать Терять здесь здоровье Потому что живут они В скотских условиях И отправляться на родину Вот такая схема Вот такая схема Порабощения Народа Принята Путиным Собяниным И всей вот этой Воровской Подлой шайкой Ночь Длинных ковшеев Которая произошла В Москве Когда без всякого закона Снесли Множество торговых палаток Торговых строений Целые павильоны Продолжается Это Собянинщина Если правление Путина Правильно называть Путинщиной То правление Собянина Уже четко Совершенно Должно быть Определено Как Собянинщина То есть комплекс Мер полного абсурда Произвола И беззакония В Москве Уничтожают Все места Где была бы Возможность Собираться гражданам Во вход жителей Без публичных слушаний Ночью Произошел снос Дома культуры Серафимовича Между тем От граждан Была направлена заявка В департамент культурного наследия О том, что это здание Необходимо поставить на охрану Как объект культурного наследия Застройщику отправлено предписание Прекратить любые работы по сносу Полиция безмолвствует А почему полиция безмолвствует? Потому что участок Находится в нескольких сотнях метров От Садового кольца Очень дорогая земля Здесь построит Свой небоскреб Очередной Какой-нибудь вор Поэтому и происходит снос До этого времени Депутаты и активисты Уже несколько раз спасали Историческое здание от сноса Проект реновация Это проект Космического масштаба Грабежа нашей страны И не только Москвы И не только тех Кого куда-то там переселяют Деньги зачерпываются Из бюджета В бюджет они поступают От нас От граждан За наш счет Организуется Ограбление Фантастическое ограбление И спасение Абсолютно недееспособного Неэффективного Стройкомплекса Города Москвы Созданного Лужковым С помощью разного рода Варья Включая Владимира Ресина Который продолжает Сейчас депутатствовать Почетно депутатствовать Уже в преклонном возрасте Когда ничего не соображает Продолжает депутатствовать В Государственной Думе И одновременно Курирует Вот этот Безумный проект Идею у Собянина И помимо реновации Прорва Их подхватывают Разного рода Идиоты И реновация Докатилась уже до Крыма Проект реновации В Москве предусматривает Полную перепланировку дворов Жилых домов Столичной мэрии Считают Что эти пространства Не могут быть проходными Поэтому Их разграничат На приватные И публичные Это называется создание Полноценной Комплексной Городской среды То есть такие тюрьмы Будут создавать Прежде всего для детей И люди Чтобы подальше Обходили вообще жилье То есть здесь Не проехать Не пройти Кругом будут сплошные Заборы и шлагбаумы Уже этим славилась Советская власть Что кругом нельзя было пройти Кругом были какие-то ограничения И Собянин Теперь уже это на системный уровень Выводит Запретить все То есть нигде пройти Проехать будет нельзя Нам врут про увеличение мест для парковок На самом деле Пятиэтажная Москва Превратится в пятидесятиэтажную Сюда завезут прорву Гастарбайтеров Которые выберут Снова выберут Мэра Собянина А он уж не обидит Просто уничтожит всех москвичей А потом и Кремль тоже реновирует Дураку ведь закон не писан Ну а вам Все кто против То есть Всем умным Вот так Лефортовский суд Москвы Оштрафовал депутата Совета депутатов Лефортова Александру Андрееву На 25 тысяч рублей За встречу с жителями На которой обсуждался вопрос О реновации столицы Идиотизм власти Не безобиден Над ним нельзя смеяться Это не смешно Когда убитого на дороге Шестилетнего мальчика Объявляют пьяным Будь то он выпил Две бутылки водки Подлый эксперт Так отмазывал Криминальную мадам Ольгу Алисову Которая в момент Наезда на ребенка Разговаривала По мобильному телефону Эксперт Михаил Клейменов Негодяй Распоследний Обнаруживший В крови Шестилетнего ребенка 2,7 промилле Алкоголя Спрятался Скрылся В нормальной системе Он должен быть отыскан Арестован Допрошен И повешен Понимаете Вот за такие вещи Один раз повесят И другие подумают А стоит ли Ведь могут за шею вздернуть Я вообще сторонник Публичной казни Публичной казни Вы не можете перенести Публичную казнь Значит ее нельзя проводить Я могу Я считаю Что таких людей Таких подонков Надо вешать Надо вешать Это исторически Обусловленная форма Позорной казни Ну вот Недостаточно Еще у нас Того Чтобы человека Посадили на пожизненное И таких подлецов На пожизненное Не сажают Вот моральное преступление Человек совершает Моральное Неправильно сказать Аморальное Преступление До такой степени Аморальное Что какой-то Тюремный срок Для него Это просто ничто Он там Со своей аморальностью Придется Очень кстати Таких людей Надо уничтожать Была смертная казнь В традиции российской И головы рубили И за шею вешали Это нормально Я напомню Что нюрнбергский процесс Тоже принял решение О казни Через повешение Нацистских преступников Я думаю Что русский нюрнбергский процесс Русский процесс Над вот этими негодяями Которые правят в нашей стране Должен приводить К такого же рода казни Это нормально Это нормально Надо привыкнуть к этому Потому что это никакая не дикость Это нормальное поведение Народа Который публично Кончает самых Распоследних негодяев Чтобы показать И саму себе Что он на это способен И всем негодяям Показать Что народ На это способен И это одобрит Нам обещали Прекратить завоз Иммигрантов Собянин Обещал Прекратить Конкретно Прекратить Нелегальную иммиграцию В Москве Сделал он что-нибудь На этот счет Ни в коем случае А теперь нам Завозят самые страшные болезни Число ВИЧ Инфекций Которые были выявлены У иммигрантов За последние пять лет Выросло в пятнадцать раз В пятнадцать раз Больных сифилисом В сорок раз В сорок раз Об этом сообщил Заместитель мэра По вопросам Социального развития Леонид Печатников В шесть раз чаще Также у иммигрантов Наблюдается туберкулез То есть просто Завозят в Россию Больных людей Вы думаете Это случайность какая-то Вы думаете Сложно Провести проверку Или сложно Прямо сейчас Прекратить всякую Миграцию Потому что Нас просто заражают Самыми страшными болезнями А лечить никто не собирается Никто не собирается Нас лечить Потому что Распала система Медицинского обеспечения Для вас Она не работает Она может быть работает Для того чтобы Какие-нибудь главврачи Получали бешеные деньги Превратив Свои поликлиники В такие Конторы По Заработку Именно вот этой Верхушки Врачи не получают Таких Больших денег Как вроде Как Вроде им обещали Лечить вас не будут А заражать пожалуйста Еще раз В 15 раз Выросло Число больных С ПИДом У мигрантов За последние 5 лет Сифильсом В 40 раз И в 6 раз Больше больных Туберкулезом Намеренное Заражение Россией Через Механизм Иммиграции Больных людей Патриархатный бизнес На мощах Мы это видим По мощам Николая Угодника Который к нам Католики привезли Это продолжение Диалога Верхушки Патриархии С католиками А вовсе не Возрождение Религиозной жизни Предатели Христианской веры Превратившие свои Рясы в масхалаты Дискредитируют церковь И сотрудничают с олигархией Шоу совместно с католиками Которые привезли Вырванные из тела Кусок святого Николая Угодника Кусок мощей Или подделку под них Устроено в Москве Таким образом Чтобы это мероприятие Его участников Проклинали все окрестные Жители Автомобилисты Пешеходы Которым надо проехать Или пройти Где-то в районе Храма Христа Спасителя Уж не намеренно ли Это делается Не намеренно ли Унижается Окружающее население Тем что Кому-то надо Прислониться к мощам Неизвестно Мощи эти Подлинные Или нет И будет ли От них Какая-то польза Кому-то Я очень сомневаюсь Когда мощи Николая Доставили в Россию Турфирмы И специальные Паломнические И широкого профиля Мгновенно сориентировались И стали возить Возить верующих В рам Христа Спасителя В маленьком Владимирском Коврове Например К делу Подключил сразу Три крупных турагентства Стоимость поездки 900 рублей Во Владимире Через паломническую службу Можно заказать Было такую поездку За 1100 рублей Патриархальная челядь Отчитывается О числе пропущенных Мимо мощей И мимо православия Разумеется Науку добили Осталось уничтожить ученых В научно-исследовательских Институтах Руководство предлагают Сотрудникам Массово переходить На неполный рабочий день Так сообщили В Федеральном агентстве Научных организаций Таким образом Агентство косвенно признало Претензии ученых Вытасших на митинг 28 июня Правда о нем Никто не рассказал Никто не упомянул Правда и сами ученые Не распространили Этой информации И не обратились за поддержкой К общественным движениям Гражданским активистам Никто не заставлял Научные учреждения Массово сокращать Ставки сотрудникам Настаивают в агентстве Цель Федерального агентства Перевести на неполные Ставки Только тех Кто И так работает Не весь рабочий день Ну ученый на самом деле На самом деле работает Не только полный рабочий день Он работает постоянно И даже ночью У него в голове Продолжают вариться Вопросы Которые он в течение дня Исследует Обсуждает Обдумывает Чтобы избежать Формальных переводов Ведомство Провело Несколько совещаний С руководителями Институтов И Профсоюзными работниками Российской академии наук В пресс-службе Агентства Пояснили Что После такой оптимизации В федеральном агентстве Смогут посчитать Сколько потребуется Дополнительных средств Для выполнения Одного из указов Владимира Путина Доведение средних зарплат Научных сотрудников В России До 200% От средней По региону То есть Они решили так Поступить Денег не выделять А просто сократить науку И поднять Остальным Остальным зарплату И то не получается И то Потому что Там тоже сложилась Своя олигархия Которая пожирает Львиную долю средств И на науку У Путина И его олигархии Денег просто нет Нет и не будет Помощник Вице-премьера Аркадия Дворковича Который отвечает В правительстве За развитие науки Алияса Мигулина Сказала Что Распределение ставок Компетенции Исключительно Директоров научных учреждений В общем Нам наплевать Как вы сократите Свои кадры Лишь бы вы не работали А между тем Министр культуры Ответил на обвинение В ненаучности Своей докторской диссертации Проблемы объективности В освещении Российской истории Второй половины Пятнадцатого Тире семнадцатого Веков В большой статье Которая также не имеет Никакой научной основы Мединский Отвечает Что нет вообще Никакой абсолютной Объективности Любой историк Всегда носитель Определенного типа культуры Представлений Своего круга И своего времени Кроме того Убежден Мединский Все исторические факты Существуют Уже преломленными Через сознание И социальные интересы Своего класса Нации Времени Кажется Министр потает лож С национальными Интересами И национальные Интересы С наукой Наука Абсолютно Объективна Она к национальным Интересам Не имеет никакого Отношения Наука Создает То знание Которое Не зависит Ни от конъюнктуры Ни от чего Он там еще говорил От класса Нации Времени И так далее Если вы Такой историк Который Преломляет Там что-то В соответствии Со своей Национальностью Нации Со своим Временем То вы Не историк И не ученый Поэтому Мединский Собственно и признался Что он никакой Не ученый И поэтому Разгром науки В России Является Делом совершенно Для него Обоснованным Как и для всех Путинских кадров К науке Они не имеют Никакого отношения Никогда Ей не занимались Поэтому Истребление Ученых Для них Дело просто Естественное Зачем Тратиться На этих людей Ну действительно На историков Кажется И не надо Тратиться Потому что С исторической наукой Произошло Именно то О чем Написал Мединский Она стала Абсолютно Конъюнктурной И продолжает Повторять Идеологические Мифы советской власти Нет практически Никакой пропаганды Настоящей истории Тех данных Которые имеются Сейчас В распоряжении Историков Которые могут Быть подчеркнуты Из архивов Я вот знаю Что только Из тех Кто активно Публикует Новые материалы Дмитрия Зыкова Его книжки Регулярно выходят И одну из передач Я посвящу В том числе И этим книгам Клинические идиоты Нами правят Просто клинические идиоты Про Путина говорят Он контролирует Мусорную свалку В Балашихе Или где там Она была закрыта Кто-то там Дозвонился До Путина По прямой линии Или ему позвонили И тот сразу В дамках Свалку закрыли А куда мусор Одевать Разумеется Поднос тем Кто не дозвонился Или кому не положено Было дозвониться Вся страна засыпана Несанкционированными Свалками И что делать И что делать Звоните все Путину Путину все звоните Ну не дозвонитесь Ну значит вам не повезло А кому повезло Тот дозвонится У того Мусорную свалку закроют Ну остальным Правда его мусор достанется Не очень приличное дело Совершеннейшая дура Захарова Которая каким-то образом Вловилась представлять Министерство иностранных дел Всю внешнюю политику Последовала за своими хозяевами Продемонстрировав талант Во всех областях Она не только штатный болтун С дефектами дикции И смутными содержаниями речей Но еще и поэт-песенник Написавший для московского Кинофестиваля нечто И как-то сразу Захарова получила признание Мастера своего дела Просто отдыхают Видимо протекция Придворного киношника Михалкова Сделала свое дело И поэтому профессионалы Были отстранены От этой роли Написания каких-то гимнов Песен для кинофестиваля Ну а кто самого-то Самого-то Михалкова Мог попросить Да кроме Владимира Путина Больше некому Наверное Владимир Путин Это вот уровень песенок Которые пишет Дура Захарова Специалист по внешней политике Который в ней ничего не понимает Разумеется Ничего не понимает Ни в музыкальном Ни в песенном искусстве Еще один клинический идиот Сын Жириновского С фамилией Почему-то Лебедев Почему не Жириновский Ну не может быть в стране Двух Жириновских Нужно чтобы был Лебедев Тогда уж Самый простой Лебедев Оказывается сыном Жириновского Который уже немало лет Является Вице-спикером Государственной Думы С явными недостатками Интеллекта И всех прочих качеств Он оказывается Вице-спикером Государственной Думы А также Как выяснилось Членом Президиума Российского Футбольного Союза Провал сборной На Кубке Конфедерации Этот дегенеративный тип Отметил заявлением Что надо было Дать в морду В раздевалке Одному из ведущих Футболистов И как с гуся вода Ничего ему не страшно Сказать такое И никто его Ни пинком не вышибет Ни с должности Ни уберет из депутатства Просто вот сказал И все Вот сказал Ну а что Обычный человек У нас тупых и идиотов полно Вокруг Оглянитесь Их полно Ну вот такой же Сидит там Вице-спикер Государственной Думы Значит каждый может Они такие же как мы Такие же как мы Так же подлечивают Только размеры покрупнее Вы если скажете Что кому-то надо Дать в морду Но это останется Достоянием ушей Там окружающих вас Там людей Несколько человек А этот на всю страну Дайте в морду этому И ничего И ничего